Более 42 тысяч участников в 2013 году прислали свои снимки на конкурс. Лучшие из них в 11 номинациях представлены в Севастополе. Фотографии сделаны в различных жанрах. На снимках птицы, насекомые, млекопитающие, растения и пейзажи. Многие снимков попадают в журнал, в котором главный критерий отбора – это снимать так, как никто не снимал, либо то, что никто не снимал. И несмотря на то, что карта России и карта мира сейчас достаточно хорошо изучена, уголки независимые остаются. Курильские острова, Камчатка, озеро Байкал – это самые любимые места съемок. Главные условия конкурса отечественной версии National Geographic – все фотографии должны быть сделаны в России. Севастополь присоединился пока как экспозиционная площадка, но в следующем году организаторы ждут на конкурсе и крымские работы. Мы надеемся, что в следующем году, да не надеемся, так и будет, участие в нашем фотоконкурсе примут жители Крыма и Севастополя. Еще несколько лет назад, отмечают специалисты, отечественные фотоконкурсы отставали по качеству от мировых на много лет. Сейчас ситуация меняется. Любитель вдруг понимает, что его фотографии не только для родственников, для бабушек, для мамы, тети. Это фотографии, которые вдруг публикуются в серьезном интересном журнале, фактически в лучшем журнале мира, фотографическом и географическом. И для них это какой-то стимул развиваться, двигаться дальше. Выставка в Севастопольском центре культуры и искусства продлится до 26 апреля. Здесь всего в одном зале можно увидеть все многообразие и неповторимость дикой природы России. Василий Косенко, Павел Красиков, Севинформюро.